На каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга? Вырастить здоровый плодоносящий сад – мечта любого владельца земельного участка. Для этого нужно обеспечить всем деревьям достаточное поступление света, иначе о хороших урожаях можно будет только мечтать – деревья будут болеть и повреждаться вредителями. Чтобы этого не случилось, требуется соблюсти определенное расстояние между всеми плодовыми деревьями. Как это сделать на ограниченной территории стандартной дачи? Для решения этой задачи нужно распланировать размещение культур с учетом всех потребностей и нюансов. Как определить нужное расстояние? Помимо требовательности к цвету, нужно учитывать и то, что при близких посадках корневые системы деревьев соприкасаются друг с другом. В результате кому-то из них не будет хватать питательных веществ. Ведь более сильное растение будет отбирать их у более слабого. Обязательно должна быть соблюдена дистанция от дома, хозяйственных построек и забора, минимум равная высоте самого дерева. Падающее дерево даже своей вершиной может нанести серьезный урон строениям. При расчете интервала между деревьями надо учитывать, какими они вырастут в будущем. Поэтому при покупке саженца нужно подробно расспросить продавца о характеристиках сорта. Лучше всего покупать посадочный материал в проверенных местах, питомниках. Приобретая саженец с рук, нельзя быть уверенным, что сорт будет соответствовать заявленному. Итак, на каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга, высокие деревья, такие как сильнорослые яблони, груши, абрикос. Черешни желательно высаживать наближе, чем 5-6 метров друг от друга, вишни, сливы, карликовые груши и яблони 3-4 метра, колонновидные яблони 2 метра. На каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга, пока деревца маленькие, междурядья вполне можно занять ягодными кустарниками или огородными культурами. Часто садоводы используют для этого смородину и крыжовник, а также землянику, картошку и корнеплоды. Единственным нюансом при этом является то, что нельзя занимать приствольные круги деревьев, это, как минимум, метр в диаметре. Как составить план посадок? Чтобы понять, как правильно посадить фруктовые деревья на садовом участке, нужно изучить дачный участок. Нужно знать расположение на нем грунтовых вод, учесть собственные и соседские постройки, обязательно учесть стороны света, линии электропередач. Направление преобладающего и холодного ветра. Далее берется лист бумаги, и все вышеперечисленные объекты отмечаются очень подробно. После этого следует определиться, какой процент от общей площади оставшегося пространства возможно отдать под сад. Это, как правило, более северная часть участка, чтобы деревья не загораживали будущие грядки. Далее следует решить, какие именно нужны плодовые, ягодные культуры, сколько нужно ранних, среднеспелых, поздних сортов. Выбрать понравившиеся сорта и выписать примерную высоту каждого из них. Плодовый сад Схема посадки кустов и деревьев По ступенчатой системе посадки, севернее всех располагаются высокорослые деревья, ближе. К югу – среднерослые, далее – низкие, с самой южной стороны будут земляника, огородные культуры. Как составить план посадок совместимости Современная тенденция к ландшафтному дизайну предполагает высадку сада в виде куртин, живых. Изгороди – одиночных посадок на газоне, круглых садов. При планировании такого размещения потребуется больше труда и знаний. По возможности лучше доверить это дело профессионалам, чтобы избежать ошибок и получить результат высокого уровня. Правила расположения саженцев по сторонам света Большинство плодовых культур являются светолюбивыми. Рябина, барбарис, крыжовник, малина, шиповник, черная смородина могут выносить небольшое затенение. Виноград – очень теплолюбивое растение, его можно разместить около строения или изгороди с южной или юго-западной стороны. Персик, абрикос, груша, слива, яблоня нуждаются в большом количестве света. Они сажаются на юге и юго-западе. Черную смородину можно расположить у северной границы участка. Красную смородину и крыжовник – с западной или восточной стороны. Кусты можно также размещать между саженцами долго растущих плодовых, помня правило, срок жизни ягодных – около 12-15 лет. Потом ветки деревьев сомкнутся, и между ними ничего располагать не получится. Устойчивые сорта вишни и сливы могут располагаться вдоль движения господствующего ветра. Они будут выступать в роли заслона для менее устойчивых культур. Кроме того, с учетом преобладающих ветров высаживают самобесплодные сорта так, чтобы опылители находились перед ними. Расстояние до забора с соседями Расстояние до забора с соседями не менее важным при посадке деревьев и кустарников является близость забора с соседями. Существует закон о планировке и застройке территории садовоческих, дачных, объединений граждан, в котором сказано, что удаленность До соседнего участка минимум 4 метра, для высокорослых деревьев – 2 метра, для среднерослых и 1 метр – для кустарников. Также нужно учитывать дом соседа, от него должно быть минимум 5 метров до высокорослого дерева. Закон законом, а на практике нередко плодовые деревья растут прямо на границе участка. Обычно это устраивает обе стороны, так как соседи обеспечиваются с них фруктами. Но когда дерево постареет и начнет представлять угрозу, то конфликт неминуем. Поэтому лучше все же соблюдать интервал. Как расположить деревья на 10 сотках? Первым делом следует взять лист миллиметровой бумаги и начертить в удобном масштабе план участка. Принято разделять имение на следующие зоны – жилая зона. Включает в себя дом и близлежащую территорию. Зона отдыха. Обычно располагается внутри участка. Сад и огород. Как правило, занимает самое большое пространство. Хозяйственная часть. Сарай для хранения инвентаря и домашних животных. Также отмечаются существующие и планируемые дорожки, заборы, ограждения, подземные коммуникации. Также нужно отметить на плане розу ветров и рельеф участка. Планировать посадки нужно и с учетом границы с соседями. Сад, как правило, занимает северную или северо-восточную часть, но все зависит от расположения конкретного участка. Вполне возможно занять плодовыми деревьями границу дачи, с условием соблюдения расстояния между высокими яблонями, грушами, черешней. И забором 4 метра, для слив и других невысоких деревьев 3 метра, для кустарников 1 метр. Совместимость плодовых деревьев и ягодников. Хорошо, если при планировании посадок будет учтена совместимость культур. Дело в том, что растения выделяют различные вещества, которые при попадании в почву могут угнетать растущую рядом культуру. Идеальными соседями считаются деревья одного вида. Но в любительском саду редко невозможно сажать отдельно груши, отдельно яблони и т.д. Тем более, что каждого вида произрастает обычно от 1 до 3 экземпляров. Минимальное расстояние до культуры антагониста 4 метра. Таблица совместимости плодовых деревьев и ягодных кустарников, что учесть при посадке. Не стоит сажать те культуры, которые плохо растут в вашем климате. Они потребуют очень много внимания, сил и времени, а результат может разочаровать. Тогда придется вырубать и выкорчевывать их, заменять более подходящими и ждать, пока они вырастут. Лучше всего изначально выбирать тот посадочный материал, который обеспечит надежное будущее саду. На одной сотке при правильном формировании крон поместятся максимум 15 деревьев. Если обрезка проводиться не будет, то в половину меньше. Исключение составляют колонновидные формы, которые можно высадить с интервалом в 1 метр. Идеальное расположение рядов садовых культур, с юга на север по высоте. Посередине в междурядьях можно выращивать теневыносливые культуры. Фруктовый сад Если саду выделено достаточно пространства, то лучше ягодники сажать отдельно от деревьев, так как впоследствии возможны. Проблемы при опрыскивании деревьев в тот момент, когда кусты обрабатывать уже нельзя. Если на участке были старые деревья, которые удалили, то нужно это учесть при планировании новых посадок. Дерево за свою жизнь выбирает из почвы нужные ему питательные вещества, происходит утомление почвы. Кроме того, в зоне его произрастания накапливаются болезни и вредители, характерные для этого вида культуры. Поэтому важно соблюдать так называемый садооборот. Есть несколько принципов правильного оборота культур в саду, нельзя на месте старого дерева сажать новое того же вида. То есть после яблони нельзя сажать яблоню. Между посадкой культуры того же вида, что и предшествующий, должно пройти не менее пяти лет. Нежелательно сажать один за другим культуры из одного семейства. Например, после косточковых лучше посадить семечковые и наоборот. Чтобы снизить почву утомления, можно очистить плодовитый слой земли 30 см от корней старого дерева. Другой способ восстановления почвы заключается в посеве на этом месте сидиратов, рапса, сои, гречихи. На месте удаленной культуры можно выращивать овощи, зелень или многолетние травы. Как разместить сад на маленьком участке? Советы опытных садоводов по выращиванию плодовых деревьев в маленьком саду. Самым логичным решением для небольшого сада являются карликовые деревья. Для них возможно выращивание при интервале 1 метр между деревцами и 2 метра в ряду. При этом плодоношение у них начинается раньше высокорослых вариантов. Другой вариант – прививка на низкорослые виды деревьев. Самым зимостойким подвоем является кизильник, он хорошо растет как в Подмосковье и Ленинградской области, так и на Урале и в Сибири. Даже груша на нем вырастет не выше 2 м. Однако, ухода привитая деревца требует несколько иного, чем обычное корнесобственное растение. Опытные владельцы маленьких садов советуют располагать деревья в шахматном порядке. При этом сохраняется норма промежутков между деревьями, а междурядья сокращаются. Также в маленьком саду при загущенных посадках обязательно грамотная обрезка. Нужно формировать компактные кроны, которые не будут переплетаться ветками с рядом растущими деревьями. Выбирать для маленького сада лучше наиболее проверенные сорта плодовых и ягодных культур. Это поможет избежать простоя, когда такие дорогие квадратные метры не будут давать результата из-за того, что выбранный сорт не плодоносит по несколько лет.